Люди устали от сложных вещей, мы не хотим разбираться, поэтому мы будем собирать деньги именно у друзей, у семьи и у дураков. Забудем, да, этот инцидент, я просто еще... За это уже можно присесть, и людей садят за то, что ВКонтакте там друг к другу, и в Беларуси очень сильно, кстати, сажают. Я не мог выпустить на рынок просто еще один кэшбэк с онлайн магазинов их. Нас что-то украли, а конкурент сделал это, а я не успел. Я продавал всегда чужой товар, то есть не я являлся его производителем, не я был тем хакером, который достал эти кредитки, дампы там. Ну, пусть так, да. Итак, сегодня у нас, как я говорил, анонсировала эта мотивирующая лекция. Вот, лично меня, этот человек, мой друг, мой когда-то однокурсник на факультете журналистики, всегда очень мотивировал. Опыт моего друга, он как раз и связан со взлетами и падениями. У него были очень высокие взлеты, были падения, но это человек, который всегда находит мотивацию, находит какой-то... Ну, у него есть стержень, и меня это всегда восхищало. Когда-то его разыскивало все ЦРУ и ФБР, это человек, который причинил максимальный урон экономике США за всю жизнь. Он свои долги перед, скажем, Фемитой и прочим отдал, но даже почти 10 лет, проведенные в тюрьме, сделали человека только лучше. Да, я вижу удивление, потому что я не говорил, что сегодня будет. И человек это мотивирует с каждым разом еще больше. Поэтому я уверен, он тоже найдет нужные слова. И прошу быть немного снисходительным, потому что он очень волнуется. Это у Сергея первое публичное выступление. Вот, так что спасибо, что ты пришел. Вадим вам немного рассказал о моем бэкграунде. Меня зовут Сергей Павлович. И в 21 год я был миллионером. Но эти деньги, как он уже сказал, были заработаны криминальным путем. Потом, естественно, многое потерял там, еще больше за это сидел. И началось 3 года назад с того, что я начал фактически с нуля. То есть я поменял как сферу деятельности полностью с киберкриминала на бизнес, так и, в принципе, жизнь в целом. То есть все старые отношения с девушкой и так далее были разорваны. С семьей, слава богу, все нормально, с друзьями еще лучше. Вот девушка у меня новая, любимая и лучшая. И занялся я тем, что основал кэшбэк-сервис Secret Discounter, который там с дальнейшими наворотами уже превращается в такую очень крупную мировую e-commerce платформу. Такое спонтанно Вадим меня пригласил. Я думал, о чем же полезнее все будет рассказать вам, да. И будем говорить об ошибках стартапа, потому что, если мы посмотрим, вот как у Толстого, там все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные там несчастливы по-своему. Потому что об историях успеха написаны сотни книг, Nike, Zappos, Amazon. И, в принципе, они все чем-то схожи. Но, на мой взгляд, куда полезнее говорить именно об ошибках, потому что на них мы будем учиться и желательно, конечно, не совершать. Давайте чуть-чуть познакомимся. Сколько в зале, поднимите руки, кто по найму работает? А, фрилансеров? А у кого есть свой бизнес? Ладно, хорошо. А кто задумывается тогда о создании бизнеса своего? Ну, побольше. О, видите, как-то не смело, но так по чуть-чуть поднимаются, да. Хорошо, ладно. Знаете вообще, как создать свой продукт? Вот какие пути есть в создании продукта? Нет, без сложных слов, то есть там agile и все прочее. Оставим простые пути. Ну да, понятно, идея первична. Потом целевую аудиторию найти. Нет, это когда у вас есть уже продукт, то есть вы ищете, да, целевую аудиторию. Короче, версий много, все они, в принципе, в целом верны. Дополняют друг друга, да, в комплексе. Но я чуть не об этом. То есть создать продукт можно, в принципе, тремя способами. Первый – это инновации полные, да, когда вы открыли там лекарство от рака или от спида, допустим. То есть создали то, чего в мире не было. Вот как Jobs, например, в своей жизни создал компьютер первый персонально. То есть тогда не было. Хорошо. Второй путь – это комбинирование. То есть опять же на примере Jobs'а мы можем посмотреть, что не было в мире iPad'а, да, но были персональные компьютеры, в которых Apple была на тот момент. Ну, в принципе, лидером мы сегодня. Потом были тачскрины, которые он подсмотрел в компании Xerox. Ну, и, в принципе, iPhone'ы у них были. То есть и все это было скомбинировано в единое устройство. То есть до этого не было. И методом комбинации, то есть появился какой-то новый продукт, создали. Третий продукт – это улучшение, когда ты берешь уже существующих в мире конкурентов и, получается, смотришь их недостатки, понимаешь, как можно улучшить продукт и выдаешь на гора какой-то свой улучшенный. Вот, в принципе, три пути создания продукта. Но и я еще хочу спросить, кто знает, как найти свою нишу? Вот чем бы вы хотели заниматься? Вот с чего бы вы начинали? Да, да, очень правильный, очень правильный ответ. И я как-то, я написал себе здесь проанализировать все то, чем вы занимались до сегодняшнего момента, например, да, потому что вот здесь 20-плюс люди, там, к 30-ти некоторые. Понятно, что до этого вы в жизни чем-то занимались, чего-то зарабатывали, что-то приносило вам деньги. То есть я бы посоветовал просто проанализировать то, чем вы занимались, что вам удавалось, чего вы зарабатывали. Вот, и также второй немаловажный момент – это то, что нравится. Я бы, может, тоже мог торговать нефтью или биткоином, к примеру, на этом разбогатеть, но это мне не нравится, в этом не понимаю. То есть найти то, к чему, вот как вы сказали, то, к чему ты годен, да, в чем у тебя способности, там, врожденные или приобретенные, и именно развить это, да, делать то, что нравится. Ну, значит, это такое было отвлечение небольшое, то есть создание продукта какими способами и выбор ниши. И теперь я хочу сказать, именно рассказать о наших вот ошибках нашего IT-стартапа, потому что ему уже, наверное, с небольшими натяжками скоро три года будет. Вот, что мы за это время совершили ошибки, да. Ошибка номер один – ранняя регистрация юрлица. То есть это компания или ИП от лица, которой вы ведете деятельность, как, в принципе, все знают, я думаю. Вот. Еще до запуска компании, до запуска сайта, наверное, до первых шагов, у нас уже было три юрлица. Первое – это было британское, второе было сейшельское для оптимизации налогов, в британском, потом у нас российское было, а, вот, четыре даже, потом еще одно британское. В итоге сейчас мы работаем только от одного британского. И получается, что до того, как мы заработали хоть один доллар, мы потратили, наверное, тысяч пять долларов на открытие всех этих фирм, на поддержание их работоспособности, налоги и прочее. И, смотрите, я не совсем владею, как в Белоруссии, да, но по тому же российскому опыту я могу сказать, что вы запустились, создали, работаете. Примерно полгода, там, пока вы не достигнете каких-то существенных оборотов, вас никто не трогает, вы никому не интересны. Даже если там за это прицепиться, что без официальной регистрации, ну, все это решаемо, там, штрафами или какими-то другими способами. Вот. Ну, то есть, короче, создавайте бизнес, сервис, продукт, зарабатывайте какое-то время с этого, и только потом открывайте его лицо, да? Потому что вполне возможно, что вам тоже дорогостоящая ООО и не понадобится. То есть, вполне возможно, что для вашей деятельности подходит или более удобно ИП. Или еще вариант, вы там надумали себе, вот как мы сделали британское, а у нас сейчас придет инвестор из Америки, он скажет, давайте американскую фирму. Вот. Ну, для него-то удобнее. То есть, это второй момент, почему не нужно с этим спешить, помимо финансового. А, и еще, на этапе открытия бизнеса есть такие всякие имиджевые эффекты. Вот у нас на сайте было, ну, может, там 10 клиентов отсела, но у нас уже висело три телефона. То есть, это 8800, московский прямой, лондонский висел, и всякие живосайты и прочее, и там офисы в 10 местах, все это расписано. Но это больше имиджевые эффекты, которые не приносят вам никаких денег на старте. То есть, ну, такое, хочется показать, там, надежность, роскошь фирмы, там, что все солидно, да, но это не надо, это большая ошибка. Это вот купе с регистрацией урлица. Теперь давайте вторая ошибка. Это мы назовем узкий рынок. Вот у меня приятель занимается тем, что изготавливает картонные такие втулки, длинные трубы полые, на которые наматывается, там, целлофан, упаковочная пленка, полиэтилен, вот. Он вроде как нормально зарабатывает, там, наверное, 1020 долларов в месяц, может, 50-го компания приносит, но это очень узкий рынок. Во-первых, он зависит от единого, там, покупателя, завод прекратит с ним контракты, все, да. Во-вторых, но спрос ограничен. И, в-третьих, говоря об узком рынке, я говорю не только о продуктовой нише, но еще и о самой стране. То есть, привязываясь, вот вы, в принципе, все владеете английским, там, на уровне, ну, с компьютерами все дружите. Инфографика, короче, владеете, да, априори примем этот факт. Усилия, которые мы тратим на запуск или на работу во всех странах мира, самых развитых, они примерно схожи. То есть, я вам скажу, по затратам времени, энергии и денег, работа на всемирный рынок или на самые богатые рынки США и Западной Европы, она лишь процентов на 10-20 отличается от аналогичной работы на рынке СНГ. Но по чекам средним на Западе средний чек в 4-8 раз выше. Поэтому, задумывая тоже какое-то свое дело, имеет смысл изначально задумывать все так, чтобы вы могли работать по всему миру. То есть, это такое очень важное условие. Вы же хотите там не тысячу долларов зарабатывать, а двести там или больше. Вот, соответственно, эти деньги можно привлечь с Запада. Только с Запада в основном. И нужно, понимаете, эту возможность локализации, возможность работать по всему миру, ее надо закладывать в свой продукт, сайт, приложение, стартап сразу. Вот с первых дней строить архитектуру. Возможно, вы всю жизнь проработаете только на одном каком-то рынке, там, белорусском, российском. Возможно. Но если вы захотите большего, там, локализовать сайт на тот же польский язык, там, возьмем соседние страны, то лучше эту возможность строить, чтобы программисты строили архитектуру сайта или приложения с нуля. Ну, вот на нашем примере у нас домен secretdiscounter.com. Мы изначально всегда хотели и планировали идти на Запад, но какой-то черт нас дернул развивать. Вот, ну, понятно, что сайт изначально на русском писался, все статьи, описания, ну, как бы я изначально на английском не писал. И мы долгое время, наверное, года полтора висели на домене.ру. Ну, зачем? То есть мы сами, ну, мы все знали и сами совершили, как бы наступили на эти грабли. Гораздо полезнее сразу было вешать сайт на домен.com, чтобы домен сам набирал траст, чтобы индексация в поисковиках шла более быстрая. Как бы это было бы гораздо полезнее. Третье. Нисходимость экономики. Несмотря на то, что мне приходится ежедневно руководить этим своим стартапом, вот, я много читаю, потому что есть люди, которые разбираются в финансировании, в экономике и вообще в венчурных фондах и так далее, гораздо лучше меня. Я потом, когда видео будете смотреть, я оставлю ссылки, то есть на те каналы именно в Телеграме, которые я читаю, которые помогают мне узнавать какие-то и новости из маркетинга, из бизнеса в целом, если будет кому интересно, почитайте. И я постоянно читаю канал «Темная сторона». Его ведет Аркадий Маренис. Он был создателем Price.ru, когда еще были газеты и бумажные каталоги объявлений. То есть это был такой, можно из рук в руки, вот все, наверное, знают. Вот, Price.ru это был первым, в принципе, электронным каталогом объявлений. И очень такой человек умный, ведет свой канал, потом оставлю ссылку. Так вот, а понятие юнит-экономика я узнал из него. То есть, как мы обычно считаем, допустим, экономику нашей модели, да? Как вообще понять, выстрелит ваше приложение, сайт-сервис, что вы задумали или нет? Доход, еще не дайся расход. Емкость рынка, еще точно. Емкость рынка, правильно. Доход минус расход, я слышу, да? Да, чтобы знать, не вести себя. Да, все правильно. Хорошо, у нас известна, допустим, стоимость привлечения клиента. Она составляет 10 долларов. У нас известно, что каждый клиент нам приносит, к примеру, за год 5 долларов. То есть за 10 мы его привлекли, за год он нам 5 приносит. То есть для того, чтобы он нам окупился, соответственно, нужно 2 года, да? Но я тоже когда-то вот считал все по упрощенной такой модели, но я научился еще понимать, что здесь больше всяких факторов нужно принимать во внимание. Например, мы считаем прямую стоимость привлечения, но многие часто, я в том числе, забывают, что не все клиенты активны, допустим. Мы знаем, что одна регистрация с Google нам обходится в 10 долларов, к примеру. Но не все из них активны, используют наши продукты, услугу. Соответственно, мы должны делить стоимость привлечения клиента на всех зарегистрированных у нас пользователей. И там уже получаются совершенно нерадужные цифры. И вот на старте об этом многие забывают. То же самое, например, как retention, это срок удержания клиента. То есть в нашей модели, вот в приведенном примере за два года мы бы только купили его, да, но он может отвалиться через год по разным причинам, по независимым. Появится новый, более там удобный стартап, чем наш. Мы ему нахамим там службы поддержки, к примеру, он отвалился. Вот, поэтому в экономике надо, вот почитайте, если интересно, именно что такое юнит экономика, и учитывайте, пожалуйста, как можно вот больше этих таких невидимых на первый взгляд факторов. И вполне может оказаться после этого, что у нас экономика не сходится, и нам лучше вообще чем-то другим заниматься. Четвертый вопрос будет. Лишние деньги, лишние ошибки. Ну, вот хорошо, в предыдущем пункте мы прочитали экономику нашего проекта. Она вроде как сошлась, запускаем, делаем продукт. Почему я именно сформулировал этот пункт, как лишние деньги, лишние ошибки. У нас на старте была достаточно серьезная сумма. Мы собрали, в инвестициях венчурных, да, есть несколько стадий, но, как правило, рекомендуют на старте, это стадия такая 3F, она называется. Это Family, первая, Friends, и третья Fools, дураки, да. То есть вот, поэтому сперва, конечно, логично, что у нас инвесторы никакие внешние не поверят, и мы будем собирать деньги именно у друзей, у семьи и у дураков, вот. Ну, и там, и отдавать проще, если что. Ну, или простят, там, если не взлетит, да. Вот. Но, помимо того, что у меня были какие-то свои еще капиталы, там, со старых дел оставались, плюс мы привлекли вот у Family Friends and Fools, вот, у нас было еще внешнее финансирование, такое от бизнес-ангелов, можно сказать. И что получается? У нас есть модель, в которую мы верим, и которая просчитана, у нас есть уже готовый сайт, и тут попадает в руки, как сейчас помню, 70 тысяч долларов, ну, кэшем попадает, вот, единоразово. Ну, и что мы делаем? Мы, естественно, делаем лишние деньги, лишние ошибки, да. Мы тратим их на то, мы вкладываем их в SEO, то есть с сайта. Знаете, что такое SEO? Ну, многие знают, да. То есть это оптимизация сайта про продвижение в поисковых системах. Сейчас она стала еще сложнее, чем тогда, несколько лет, когда мы запускались. Но, как обычно действует SEO-шник? SEO-шник берет с вас деньги, любой SEO-шник, он берет деньги без гарантии результата, я еще не встречал обратного. Вот. И он чем занимается? Он занимается оптимизацией сайта, то есть это заголовки страниц ваших, description, и там какой-то внутренней структуры, чтобы не было там в 10 кликов до нужной страницы добраться, оптимально, допустим, в 2. Вот. Всем этим он занимается, а потом он говорит, что так у тебя же на сайте нет описаний, то есть, допустим, мы продаем там вот книги, допустим, или кружки, да, то есть про кружку нужна вот такая простень текста, где вставлены ключевые слова. Но сейчас это уже не работает, слава богу. И мы вкладываем деньги в то, что платим копирайтерам, ну, таким беспонтом. То есть я сам в 10 раз лучше напишу, чем они, потому что это, ну, мое, то есть я за это как бы переживаю. Мы платим, наверное, тысяч 10-20 мы заплатили. Они пишут тексты, тексты написаны лишь бы как, они короткие, они без видео, то есть они не вызывают вовлечения людей, их просто не читают, пролистывают эту простень текст, она не разбита на смысловые абзацы, то есть мы, получается, деньги эти вкладываем зря. Понимаете? Скажите тогда, пожалуйста, как лучше было бы на первом этапе потратить вот эти деньги, что вот у нас были, которые мы зарыли в SEO, в ненужные тексты? Ну, в бутик сходить, там, косметику купить, это мы и так отложим. Не, а как распорядиться на благо нашего проекта? Вот есть у нас 10 тысяч долларов или 20, вот. Ну, если их заставить работать, чтобы они тоже, ну, например, понесили какой-то процент. Ну, то есть не трогать их. Не, так это в банк положите, не тебе... Не, это вариант хороший, да. Реклама, вот, реклама именно. И, ну, research, конечно, понятно, это надо делать, да, но это надо делать чуть на более ранней стадии, когда ты вообще свой проект задумаешь, просчитываешь, сойдется или не сойдется, чем ты будешь изначально лучше конкурентом. Да, да, об этом мы еще поговорим. Вот. В рекламу. То есть SEO, да, даже если вам попался, допустим, грамотный специалист или вы сами изучили тексты и прочее, оно работает. SEO, мне нравится этот трафик, потому что он бесплатный, он из пысковиков. То есть у меня, у друга я сегодня встречался, у него сайт 2елки.бай. Это одностраничный лендинг, там нет сотни текстов, там просто продажа елок, но по запросу купить в Минске он на первом или втором месте. И он попал туда за неделю. То есть SEO работает, оно приводит ему постоянно бесплатных клиентов. И я мечтал бы, чтобы у нас на сайте основной источник посетителей, конечно, был SEO. Но даже если он попался, хороший SEOшник, и все грамотно сделал, оно работает через год. Вот таковы реалии. И сейчас никто не знает, как точно работают алгоритмы поисковых систем. Они постоянно там у себя, ну, осложняют жизнь там черным SEOшником. Поэтому SEO на первом этапе, то есть нецелесообразно зарывать деньги. Понимаете? И тогда мы первые эти деньги мы вкладываем в рекламу, как вы правильно сказали. Реклама контекстная. То есть это Google, Google AdWords получается, и Яндекс.РСЯ, рекламная служба Яндекса. Ну, еще можно в контекстно-медийную сеть, это у Google того же, и у Яндекса, у них есть тысячи, сотни тысяч сайтов-партнеров, на которых размещаются твои баннеры. То есть ты изначально заливаешь баннеры определенного размера, и они на всех своих сайтах партнеров размещают. В какой-то тематике работает, в какой-то нет. Например, в визуальной какой-то вы продаете одежду или косметику, будет работать. В нашей нише, например, не очень работает. Вот. Но правильно, естественно, найти хорошего специалиста по контекстной рекламе, таргетолога, да, и эти деньги пустить в контекстную рекламу, в рекламу в соцсетях. Ну, это зависит уже именно от вашего продукта, от вашей ниши. Может, у вас в соцсети будет гораздо лучше и дешевле идти, чем Google или Яндекс. Вот. Поэтому первые деньги мы не вкладываем, естественно, в SEO, а вкладываем в целевую рекламу, получаем первых клиентов, и они нам уже приносят деньги. То есть мы не закапываем их на год, на два, там, в песок или вообще на ветер, фактически. Давайте чуть-чуть поговорим о самом продукте, о форме, об интерфейсах. Пункт у нас – максимальная простота. Я читал книгу Джобса, я вот уже упоминал о нем. Такая толстая книга Уолтера Азексона три раза. Два раза читал на английском, еще не было на русском, и потом уже на русском. И недавно снимал по этой книге два ролика именно почему Джобс, да, то есть я много прочел книг по маркетингу и всяких прочих деловых, ну, я считаю ее величайшей книгой вообще по бизнесу и по маркетингу, потому что, несмотря на то, что Джобс был как бы из мира электроники, да, в книге сформулировано порядка 20 универсальных принципов, одинаково применимых в любой сфере. Вот вы занимаетесь инфографикой, то есть можно применить принципы Джобса в вашем деле, допустим, в моем, в бизнесе, в создании продукта. У Джобса этот пункт звучит как простота, ключ ко всему, то есть люди устали от сложных вещей, никто сейчас не хочет разбираться, ну, вы вот много разбираетесь инструкцией, вот чайник купили, инструкции. Ну, я в жизни ни одной инструкции не читал, честно, и смеял, не, вру, читал как-то инструкцию, да. Попался мне случайно на глаза пункт. Обычно, когда у тебя прибор неисправен, ты открываешь там конец какой-то инструкции, там написано первым пунктом всегда идет, проверьте, включен ли прибор в розетку. Я смеялся, думаю, говорю, ну что какой-то идиот не включит там и тыкает, да. Ну, только я посмеялся, через неделю я сам на это попал. Да, вот. Но люди устали от сложных вещей, мы не хотим разбираться, поэтому в создании продукта, там, приложения, особенно интерфейса сайта, нужна максимальная простота. В идеале, вообще в приложении там три кнопки, то есть купить, купить, смотреть и дальше пролистнуть. Вот. То же самое касается интерфейсов сайтов. До любой функции на вашем сайте желательно, чтобы человек мог добраться в несколько кликов, иначе он уйдет просто. Вот. И еще из этого следует, что нужно устранять все препятствия на пути пользователя. Вот часто бывает там, введите капчу, да, там 10 раз эту капчу вводишь, оно выбивает Google этот сумасшедший. Выберите пешеходные переходы, выбрал, потом выберите гидранты, выберите там светофоры, и сидишь как дурак 10 минут, и уже не хочется вообще ничего, хочется закрыть этот сайт и уйти. Ну, вот у нас, например, на сайте стоит капча только при регистрации, чтобы не было массовых этих регистраций ботовых, чтобы не создавали, допустим, лишнюю нагрузку на сайт, не ложили сервер. Но это по соображениям безопасности. Если вы воткнули лишние препятствия на пути пользователя, ну, он идет с вашего сайта, устраняйте вообще все препятствия на пути пользователя. Вот делайте, например, интернет-магазин, желательно, чтобы там в пару кликов он купил все. Я часто, кстати, ошибкой встречаю, 20-30 полей требуется ввести. Вот я регистрируюсь где-то на каком-то сайте, 20 полей, ну, абсурд, да? А особенно в интернет-магазине уже положил эти босоножки там, ну, да, я ношу босоножки, но шучу. Положил их в корзину, я хочу оплатить. Ну, окей, дайте мне возможность, ну, там, три поля, да? Там имя, там, допустим, телефон и что-то еще. Не надо, чтобы я 20 полей вводил. То есть я закрою и уйду на другой сайт. Это ж, мы живем в такое время, когда не то, что один интернет-магазин у нас на планете, да? То есть их миллионы. Соответственно, максимальная простота во всем. Живой пример. Готовился к лекции, к этому выступлению, писал, что в офлайновых магазинах Apple все процедуры сведены к нулю. Ну, к минимуму, точнее, к разумному. То есть ты взял телефон там, подошел, как там, Вадим, через Apple Pay или как, то есть, наверное, даже кредитку не надо доставать, да? Ну, я не был просто в Apple Store таком в американском в силу там известных причин. Пока не был, да. Такой абсурд, кстати, я отсидел 10 лет, да, в Белоруссии за то, что совершил против Соединенных Штатов. Но Штаты до сих пор имеют открытое дело на меня, и я фактически не могу свободно передвигаться. То есть я в развитые страны, которые дружат со Штатами, не могу, не хочу и боюсь ехать. То есть, понимаете, в международном праве есть такой пробел. Штаты считают, что ты понес наказание, если ты сидел на их территории. Я сидел здесь, я не вам, не вам, не вашей фирме, там, я никому ущерба не причинил, но тем не менее, вот я должен сидеть в Штатах еще. Ну, абсурд какой-то. Ну, ладно. Так вот, про оффлайновые магазины. Очень, очень наш друг давний, да, серьезный дизайнер, один из лучших в Беларуси, кстати. Если вам нужен будет дизайн, вот Вадим даст. Алексей Кузьменков, Мастак, вот, попрошу поприветствовать, мастак.бай. Так вот, про, про минимум процедур. Вот сейчас я был с приятелем на заправке и на этот компани, на победителей, да, мы там взяли какой-то кофе и булочку, они мне говорят, там, 9.40, ну, я достал 10 и даю. Стоит планшет какой-то возле кассы, ну, ну, вроде нормально, на него вывелась моя сумма 9.40. Она говорит, нажмите подтвердить, ну, зачем, ну, зачем мне нажимать эту кнопку подтвердить, ну, нажми ты сама, ты мне сказала, 9.40, я тебе дал 10, ну, вот видите, да, то есть, а был бы я в плохом настроении, я бы плюнул просто и ушел, короче, вот, поэтому все, простота, сложная создать очень просто, вот, сложная, сложный продукт это взял и создал, но упростить его, то есть, сделать максимально интуитивно понятно, вот это, я считаю, высшее мастерство и Apple, забудем, да, этот инцидент, я просто еще, и Apple, конечно, в нем, в нем мастер, да, вот, и еще я хочу сказать, что делайте всегда в бизнесе, да, особенно в интернете, в сайте, в приложении, все максимально универсальным, сейчас объясню, часто, когда основатели задумывают какой-то бизнес, ну, мы, естественно, не видим картины во всей глубине, либо мы чего-то не знаем тогда, либо не обладаем должными, там, компетенциями, связями, либо не видим какую-то новую возможность, и мы, естественно, начинаем свой бизнес с какой-то одной глобальной функции, в принципе, ради чего мы это и придумали, вот у нас, например, в кэшбэк-сервисе это был возврат кэшбэка именно с онлайн-магазинов, естественно, мы начали с нее, потом мы придумали возвращать кэшбэк с оффлайн-магазинов, это когда клиент во время регистрации у нас получил штрих-код, и с мобилы его показывают, просто ходит, мне, кстати, до сих пор многие говорят, ну, мы там магазинов 20 по этой схеме подключили только, мне многие говорят и пишут, и официальные всякие лица, выпустите карточки, да, ну, выпустите карточки, там, ну, нам неудобно с телефона, ну, как неудобно, вот у меня, не знаю, у меня в жизни, наверное, было карточек 160, и до сих пор они есть, я когда прихожу в магазин или в ресторан, ну, никогда нет карточки, ну, наверное, в процентах в пяти она есть, да, в 95 она или в машине, или дома вообще, то есть, зачем телефон у всех, у каждого постоянно с собой, то есть, показал с телефона, и все, но я сейчас не об этом, чуть универсальность, это мы начали с одной функции, да, потом мы придумали оффлайн кэшбэк, допустим, потом придумали там доску объявлений, промокоды, купоны, и еще какой-нибудь сервис, и вот сейчас мы делаем, допустим, товарную витрину, благо мне попался хороший программист, и он изначально приучал меня к универсальности, то есть, универсальность, она что, что дает, это, вот, например, есть у меня знакомые, MyFinBuy, да, банковский портал, такую же, многие знают, они делают сейчас товарную витрину, как мы сделали, они делают ее от Яндекс.Маркета, и они вешают ее на поддомен, на субдомен, то есть, у них получается шоп, там, MyFinBuy, но фактически, они отрывают, ну, можно сказать, что они делают отдельный новый сайт, соответственно, пользователь, который в данный момент был залогинен на MyFinBuy, к примеру, он не может уже перейти туда, потому что у него слетает авторизация, понимаете, то есть, в платформу надо изначально закладывать такую модульную систему, чтобы ты мог быстро добавлять новые какие-то функции, и чтобы у вас была, допустим, единая верхняя панель сайта, или приложение, единый футер был, и единый личный кабинет, то есть, тогда, в принципе, что бы вы ни сделали, то есть, у пользователя будет одна авторизация, то есть, ему не надо будет 10 раз логиниться, там, на разных ваших сайтах, то есть, вот, за универсальность, это, она, в принципе, сэкономит много денег просто, если вы будете изначально делать модульную такую конструкцию, позволяющую расширение. Седьмое, это излишний перфекционизм. Со мной трудно очень работать, вот, Вадим знает, Мастак знает больше всех, наверное, потому что я могу в два ночи написать, что ты не там поставил запятую, да, ну, реально меня клинит, то есть, я сам могу встать в четыре ночи, там, пойти что-то подправить, или в шесть. Мы говорим о бизнесе, вот, тоже мы допускали такую ошибку, мы запустили сайт, поработали, наверное, с полгода, и затеяли редизайн сразу. Ну, не нравилось мне, то есть, не я отвечал за разработку первой версии сайта, не нравилось оно мне, вот. И, а это говорит о чем? Редизайн, это затраты, допустим, времени, соответственно, и денег, которые ты можешь потратить на что-то другое, Джобс говорил, никогда не выпускай на рынок сырой продукт. Лучше опоздать с выпуском продукта, чем напортачить, выпустить несовершенный продукт, за который вам придется краснеть. Я согласен, истинно, конечно, то есть, не выпускаем сырой продукт, чтобы над нами смеялись, особенно конкуренты, а, посмотри там, что мы сделали, вот. Мы не выпускаем сырой продукт, но в то же время, не надо допиливать его, я знаю, там, у нас есть конкуренты, которые уже два года делают какую-то лучшую платформу, в этом мире, ну, наверное, они не показывают ее никому, потому что они ее пилят, и им, ну, они не могут там ее выкатить на рынок, да, до, будучи перфекционистом, там, до мозга костей, я тоже так делаю, но не надо, то есть я постоянно себя заставляю, переучиваю, довели, какую-то, вот вы презентации многие делаете, там, какую-то инфографику свою, до приемлемого уровня, то есть посчитали, все, мне не стыдно, до приемлемого уровня, выкатываем на рынок, особенно, если это речь идет о бизнесе, и собираем первых клиентов, дивиденды, потом уже, естественно, будем улучшать, там, править все эти запятые, там, цвета, еще что-то, главное, чтобы у нас все функционал работал, поэтому именно максимально быстро запуск, излишний перфекционизм, он вредит в данном случае, особенно в бизнесе, запустились, и теперь нам, конечно, нужно понимать, куда мы идем вообще, так, восьмой пункт, он будет 20%, 20% усилий, дают 80% результата, кто знает, как еще называется, принцип, все знаете, инфографики должны знать, принцип паре туда, у предпринимателя, как правило, да и у многих творческих людей, просто энергичных и инициативных, как правило, очень много идей, да, и каждая одна лучше другой, тебе кажется, вот, у меня, наверное, даже в рамках нашего проекта, идея 500, и если мы завтра кинемся всех реализовывать, это, ну, я не знаю, три года не хватит, чтобы это реализовать, даже командой, соответственно, нам нужно понимать, что мы делаем, что не делаем, как определить приоритетную задачу в данном случае, кто скажет? Какие принесут наибольшую прибытку и самые короткие данные? Вот, абсолютно верно, да, то есть, у того же Аркадия Марениса, этого венчурного инвестора, да, о котором я упоминал, я прочел, что очень важно отличать, вот, в любом деле, чем мы занимаемся, особенно в продуктовых, каких-то, софтверных продуктах, есть функции, а есть фичи, ну, фишки, да, по-русски, то есть, функции, это что? Это то, что даст нашему клиенту какую-то максимальную выгоду, максимальное удобство, то есть, какое-то преимущество, в принципе, ради чего он пришел в ваш стартап, вот, к нам он пришел за кэшбэком с интернет-магазинов, а фишка, фича, в данном случае, вот, есть у нас функция отслеживания посылок прямо на сайте, она такая, но небольшое дополнение, на его разработку, в принципе, ушло достаточно времени, но это не функция, она не приносит клиенту существенной выгоды, он может там и на сайте Белпост посмотреть, да, где его посылка, не проблема, но у нас она заняла достаточно много времени, ее разработка, но она нам не дала денег, понимаете, поэтому, вот, как человек молодой, правильно сказал, в первую очередь, делаем именно то, что даст нашему клиенту существенное какое-то преимущество, ради чего он к нам пришел, а нам даст максимальное количество денег за минимально возможный промежуток времени, поэтому, просто, можно привести такой пример, выписываем на листик, там, грубо говоря, все наши идеи, да, всю нашу стратегию и отделяем там 5-6 лучших, а эти мы реализуем в следующем году и так далее, то есть, вот, именно в любом деле, вот, у нас на сайте, допустим, 2000 магазинов представлено, и многие из них я выводил сам, ну, да не многие, 90, наверное, 7 процентов, я сам выводил, там, описание, эти тарифы все ставил, но столько не надо, 80 процентов дохода идет с 20 магазинов, там, моим видео, ла-мода в Беларуси 21 век, вот, понимаете, то есть, именно имело смысл, конечно, сфокусироваться сразу на них, не браться за все, так что, в первую очередь, делаем именно те функции, которые принесут нам максимум денег, а потом уже какие-то мелкие, приятные фишки, там, меняем цвета, интерфейсы, что-то еще. У нас следующий пункт, создавая не только продукты, но и сервис, кто ответит, что он значит? Поддержку платить. Как вы понимаете? Понимаете? Я понятирую. Ну, уже после покупки, что-то, вы сервис, я смотрю, все понимаете буквально, не буквально, не в буквальном смысле службы поддержки. Чтобы он шел не только за конкретные услуги, а получал еще дополнительные ощущения. Ну, опять же, на примере Apple, да, что сделала Apple? Она создала не только продукты, она создала экосреду еще. То есть, сервис компании Apple заключается в iTunes. То есть, она создала полностью замкнутую эко-среду, которая ей приносит не меньше денег, а во многом и больше. То есть, та же музыка, фильмы, а, книги iBooks у них есть, да? Вот. Приложения, конечно же, я забыл, App Store. Так вот, создавать сервис, да, я не могу, поскольку у нас стартап, мы бизнес, не продуктовый, я не могу буквально следовать этому, но я всегда в своей работе, чем бы я ни занимался, криминалом, легальными делами, то есть, я делал, закольцовывал все свои проекты друг на друга. То есть, вот если мы возьмем какие-то криминальные дела, то я продавал, допустим, кредитные карточки, я продавал документы на другом сайте, там, на третьем продавал оборудование какое-то, на четвертом, там, что-то другое, да? И все эти сайты, все эти услуги принадлежали мне, все они, естественно, ссылались друг на друга, естественно, и реклама была баннерная, ну, то есть, перелинковка полная. И человек, попадая в эту среду, он ходил по всем проектам, получал весь перечень услуг, он не знал, что они принадлежат все мне, но, тем не менее, он приносил максимум денег, то есть, поэтому, вот у нас, если взять сейчас наши проекты, то у нас кэшбэк-платформа есть, на которой там, кэшбэк с онлайна, с оффлайна, промокоды, сейчас товарная витрина, но в то же время у нас есть и отдельные сайты по отслеживанию посылок, у нас есть отдельные рейтинги кэшбэков, где мы, естественно, на первом месте, там, ну, и объяснено, почему, да. Их просто десятки, но, как бы, все это вот нам принадлежит, и все это, конечно, с таким хозяйством, да, ну, чуть сложновато справляться, то есть, лучше бы мы там один рейтинг сделали, его он там идеальный был, чем у нас их три. Запускаясь не первым, ты не можешь делать то же самое, то есть, еще один кэшбэк сервис, там, он никого не интересовал, и хотя, многие, знаете, говорят, вы сто раз слышали за фокусировку именно, ну, то есть, сделай качественно одну услугу, потом нарасти вторую, третью, но оно работает, когда рынок не разогрет, когда он практически пуст, тогда, да, естественно, сфокусируйся на одной услуге, доведи ее до идеала, там, и потом наращивай. В нашем случае это не работало, нам нужно было все, все и сразу. И, знаете, еще, чем это хорошо, что, впоследствии, вот, я уверен, что у Apple именно цифровые, их сервисы, там, будут, может быть, уже, я не отслеживал давно статистику, будут приносить больше денег. Так же, может, и с вашим, там, каким-то бизнесом случится. Роль основателя. Он же, допустим, на первых порах SEO, генеральный директор. Вот, смотрите, основали вы какую-то компанию, то есть, запустили, отладили все процессы, она работает, приносит деньги, там, худо-бедно, где-то, пусть тысячу долларов, у кого-то сто, там, вот, как вы видите себя в дальнейшем? Вот, ваша роль на данном этапе, то есть, компания работает. Вот роль основателя, когда вы отладили все процессы вашей компании. Можно более шире выездить, ты мог продавать, там, из-за того же, там, не телефоны, а ты, там, ну, поширать ту технику, какую, ну, не технику, скажем так. Продукты. Займаться консультацией по створению таких бизнесов. Нет, вот, вот правильный ответ, это мы можем сказать, что отвечать за стратегию, то есть, именно директором по развитию, да, 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 именно директором по развитию, отвечать за стратегию, я помню очень хорошо работу по 20-22 часа в сутки, когда, ну, ты не можешь себе это сбросить, когда ты вот все сам отлаживаешь, да, но сейчас вот у нас компания, она там приносит не так пока много, но она уже может двигаться без моего участия. И я как можно скорее, я хотел еще не до конца это сделал, но сбрасывать с себя операционку. То есть, SEO получается, Chief Executive Officer, то есть, исполнительный директор, оно генеральный, на нем все, да, вот основатели компании часто на первых порах, они же являются и генеральными директорами, отвечают за все процессы, но потом, когда компания уже может существовать без вашего участия, конечно, желательно отойти от операционного управления ежедневного и отвечать именно за стратегию, да, за запуск новых продуктов и за выход на новые самые прибыльные рынки. Я недавно виделся там в Москве с Михаилом Кучментом, это основатель сети магазинов, Хофф, это мебельные магазины, он что сказал, говорит, да, он основатель, он долгое время был там, SEO своей компании, но сейчас он просто председатель совета директоров, то есть, понимаете, это то, что он сумел отбросить от себя эти рутинные задачи, в которых вот я до недавнего времени погрязал, там по 22 часа сидел, работал, он себя это сбросил, и он, понимаете, это ему дает взгляд со стороны, он получает ежедневный отчет, он как бы находится над ситуацией, парит, и наиболее предпочтительным мне видится именно роль основателя после именно установки уже там этого продукта, когда он сам идет именно отвечать за стратегию, да, занимать пост председателя там совета директоров. И Кучмент еще сказал, он помимо того, что он председатель совета в своей компании, он еще участвует в наблюдательных советах других крупных корпораций, там, допустим, X5 Retail Group, это магазины продуктовые, еще там нескольких, я уже не помню, и он говорит, что участие в наблюдательных советах других компаний, да, не связанных с мебелью, допустим, как его случай, а связанных вот там с розничным бизнесом, с электроникой, м-видео, он до сих пор там, это дает ему возможность взглянуть на свой бизнес, как бы с другой стороны, то есть он видит проблемы, которые решают в других компаниях, а также это дает возможность синергии, то есть он понимает там, какие возможности в этом бизнесе и как-то увязывает их своими. Поэтому хотелось бы, чтобы усвоили, пожелать вам, когда ваша компания уже будет существовать без вас, именно скорее скинуть с себя эту операционку, именно отвечать за стратегию. Ну, а для того, чтобы это было легче сделать, да, нужно писать инструкции обязательно. Если процесс повторяется больше двух раз, то это говорит о том, что оно может повториться и 3, и 4, и, конечно же, лучше потратить, ну, вот у нас есть в компании сложные технологические процессы, там, именно по выводу новых магазинов и так далее, на которые лично я, зная все, трачу там 2 часа. Вот. Объяснить это подчиненному или новому сотруднику вообще, ну, это просто я устану объяснять. Соответственно, что мы делаем, то есть для того, чтобы с этой операционкой быстрее покончить, на каждый повторяющийся процесс пишем инструкцию, то есть, да, и, кстати, этим пользуются очень многие, это, это правило я узнал от одного главреда украинского издания, одного делового, вот, она говорит, что написание инструкции позволяет, во-первых, быстрее новых работников курс вводить, вот, ну, и с тебя, соответственно, сбрасывает необходимость, как попугай, каждому новому человеку объяснять, вот. И еще, наверное, коснемся одного момента, это, где искать инвестиции, что делать, если не хватает денег? Мы поговорили про первую стадию такую, да, 3F, Friends Family Fools, вот, нашли, не нашли, там, уже другое дело, но, лишние деньги, лишние инвестиции, понимаете, часто стартапу и не нужны инвестиции, там, на создание кода сайта, приложения вам нужно 5000 долларов, которые, в принципе, всегда найдете, там, что-то продав, заняв и прочее, но, имеет смысл искать стратегических партнеров, вот сейчас, для того, чтобы моей компании занять доминирующее место в мире, вот, нужно примерно 50 миллионов долларов, но, смотрите, простой пример, как мы можем получить это без денег, мы договоримся с крупной ритейл-сетью, например, в Америке крупнейшая Walmart, в Японии Rakuten, в России Magnet, да, что не каждому, мы еще это не реализовывали, но вот будем, каждому своему покупателю дадут буклет, в двух словах объясняющий, что такое кэшбэк, и дадут повышенный промокод, то есть он со старта будет получать, там, сломот, допустим, не 3%, а 5, там, или 7, к примеру, то есть мы проинформировали, мы сделали ему подарок, вот, он привязывается, становится рефералом уже того магазина, где он получил, то есть он приносит им деньги, это уже отдельная история, вот, но, понимаете, то есть в любом нашем бизнесе мы всегда можем найти что-то или кого-то, кто нам даст возможность занять лидирующую позицию без денег, то есть, ну, сложно, да, сложно привлекать деньги, то есть, и мне не всегда это удавалось, одно знакомство какое-то, вот я с кучментом этим чего говорю, это человек, у него состояние где-то миллионов 200 долларов, то есть мне надо было к нему попасть на прием, ну, как-то познакомиться, да, я был у Портнягина, тоже случайно получилось, мы же смотрели его канал Трансформатор, вот, я говорю, он с кучментом знаком этим, я у него спрашиваю, говорю, Дима, как мне к нему попасть, он говорит, ну, там, для того, чтобы там познакомиться и завязать какой-то, общий проект с миллиардером, 200 миллионов, это не миллиард, но уже, ну, это, мы разного уровня пока с ним, вот, он говорит, нужно вначале ему что-то дать, ну, естественно, очень правильно, то есть, прежде чем что-то получить, мы должны что-то дать, вот, и сейчас мы будем с ним разговаривать именно уже о совместной деятельности, и я понимаю, что, подсказав ему что-то в его бизнесе, профильном, больше шанс, что срастется там и моя тема с ним, но я сейчас хочу сказать о том, как я просто попал к нему, журнал Forbes проводит платные встречи, такие с бизнесменами, стоит 150 долларов, наверное, ну, он просто приходит там, сейчас венчурный инвестор будет, тогда кучмен сидел за мебель, рассказывал, приходишь, вот, примерно, такой же размер аудитории, на комфортных диванах сидишь, общаешься, и потом можно там задать какие-то вопросы, выпить бокал шампанского, и я подошел там, я задал вопрос, естественно, тематический, потом взял его e-mail просто, говорю, можно вам написать, у меня там релевантный проект, вот, то есть, ну, таким способом, да, чуть-чуть хакнули систему, получается, чуть-чуть обошли, удалось получить контакт этого миллионера, почти миллиардера, вот, соответственно, заканчивая уже выступление, и последний пункт, именно, ищем инвестиции, да, но, может быть, лучше искать и стратегического партнера просто, это работает еще как, потому что, вот, у меня основной конкурент, который крупнее нас на рынке СНГ, у них на старте были меньше инвестиций, чем у нас, да, они начали там года на два раньше, но у них было, у них было одно преимущество, их взяла под крыло компания, у которой было 500 тысяч вебмастеров, вот, это CPA-сеть, в которой, CPA-сеть, знаете, что такое? CPA-сеть, это агрегатор, скажем так, магазинов, мы от них берем магазины, с одной стороны, в них представлены магазины, всякие сервисы, а с другой стороны, вебмастера, у которых есть свои площадки, YouTube-каналы, блоги какие-то, вот, и CPA-сеть является посредником между вебмастерами, у которых есть трафик, и часто тематический трафик, каналы-миллионники про автомобили, допустим, а какой-нибудь магазин колеса даром, ему нужны клиенты, соответственно, вебмастер с каналом про автомобили берет и рекламирует у себя этот оффер, да, колеса даром, то есть, вот, и нашему конкуренту, у них было денег меньше, чем у нас, но у них были, у них был стратегический инвестор, который дал им доступ к вот этим 500 тысячам первоклассных вебмастеров, и они получили первых клиентов бесплатно, то есть, они работали с вебмастерами по системе разделения прибыли, те наприводили им миллионы клиентов, и они просто делили доход, полученный с них, так что, мне даже видится, наверное, стратегические инвестиции, такой более предпочтительный путь, чем именно, ну, стратегические какие-то партнерства, чем именно привлечение денег, потому что часто будут просто выброшены на ветер. И, наверное, последнее, из знакомства с Портнягиным, я вынес такой, наверное, еще один урок, да, я говорю, что вот наиболее часто такое, что приходится тебе, говорит своей команде, партнерам, вот, вообще, такой фейл, наверное, да, он говорит, очень часто приходится говорить, что если не идет этим способом, то смени инструмент, или просто обойди это препятствие, обойди эту гору. Да, бывает, бьешься, бьешься, а ничего не выходит, то есть мы неверно выбираем или направление, или инструмент. Последний, вот 13-й пункт, юбилейный, да, у меня 14-й вышло, ну ничего, не оглядывайся на конкурентов, эту истину я посмотрел у Сергея Галицкого, это основатель торговой сети Магнит, ну он сейчас ее продал, банку ВТБ распрощался, но это крупнейший, вот как здесь Евроопт, наверное, да, или ГИБ, ну Евроопт, да, я думаю, сильнее, то в России это сеть Магнит крупнейшая, и он говорит, не оглядывайся на конкурентов, думай только о своем продукте, о своем товаре, и это правильно, потому что каждый день что-то конкуренты у нас крадут, бывают, что и мы у них что-то крадем, понимаете, и переживать там, а, у нас что-то украли, а, конкурент сделал это, а я не успел, ну то есть, это жизни не хватит, это просто расфокусировка идет, то есть, мы же на первом этапе создания продуктов, мы изучали рынок, мы изучали конкурентов, поэтому просто думаем о своем продукте, думаем о том, как сделать его в лучшем мире, постоянно улучшаем, и в принципе, все остальное тогда приложится, ну у меня все, можно, я наверно затянул, я не знаю, хронометраж какой был, да, но есть возможность задать несколько вопросов, и за лучший вопрос будет. ну вот такое. Да, а будет вторая, как я заработал, миллион, ну не миллион, больше, но я пока еще не вправе ее писать, вот когда я буду готов, тогда я напишу, вот. Вы говорили, что не надо торопиться с выводом продукта на рынок, но бывают же ситуации, когда, ну, когда вот есть четкое ощущение понимания, что какая-то технология, она подходит, и что вот-вот она выстрелит. Может, имеет смысл в такие моменты выкатывать, ну, конечно, не совсем не работающий продукт, но, как минимум, с ограниченным функционалом, но выполняющим базовое, удовлетворяющим базовые потребности, и потом уже водопилит. Так я вот к такому же выводу и пришел, что мы попадаем эту ловушку перфекционизма, и все, то есть, да, сделали, ну, не совсем отвратно, естественно, чтобы пальцем не показывали, но сделали приемлемый, до приемлемого уровня довели продукт, и, конечно, чтобы не упустить время, чтобы нас не обошли на старте выкатываемого на рынок, естественно. То есть, с этим тоже нельзя тянуть, ну, я не знаю, как, возможно, какие-то консультанты со стороны, там, с большим опытом должны подсказать, если вы готовите свой проект и одновременно понимаете, что конкурент готовит точно такой же проект на выход, и вы понимаете, что у них в плане продукта намного больше сделано, и они идут впереди вас. Бросать вашу, бросать эту идею, доделывать ее быстро и, ну, выпускать быстрее, либо допиливать, несмотря на то, как быстро они выпустят, и допиливать и выпускать позже, или раньше, или одновременно. На первый взгляд, я когда слушал еще ваш вопрос, я бы ответил делать что-то другое, делать разворот, да, вот. Я объясню сейчас, но, то есть, смотря о каком, мне кажется, смотря о каком временном зазоре между его выходом на рынок и вашим идет речь, если это, вот у нас со многими конкурентами два-три года разница, они были раньше, с какими-то там и по 6-7 лет, а с одним и почти 20, да. То есть, если мы говорим о таких промежутках, то, естественно, вы просто сделаете, он уже устоится, у него появится база клиентов, все к нему привыкнут, возможно, уже будет имидж бренда на него работать. Вот. И вы сделаете то же самое, даже чуть-чуть лучше, но все пользователи все равно будут у него. Это если идет большой временной зазор. Если у вас время выхода на рынок небольшое, там разница, ну пусть полгода с ними, то у вас, может быть, вы наверстаете, это за счет более качественной услуги, более качественной службы поддержки, что будут рекомендовать друг другу, сарафан на радио начнет работать. И за счет, может быть, более удачных вложений в рекламу, в пиар, в маркетинге, раскрутку. То есть это если маленький зазор. Но если он большой, я вот как в нашем примере, то есть я не мог выпустить на рынок просто еще один кэшбэк с онлайн магазинов их. Их на рынке СНГ около 200. То есть это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом. И я бы тогда советовал делать разворот, потому что вот кэшбэк сервиса в мире 200, ну на рынке СНГ только 200, но ни одной не было товарной витрины, вот как Яндекс.Маркет многие знают, где представлено там один и тот же телефон может быть представлен в 100 магазинах, вы по цене выбрали. Нигде не было в мире ни одной товарной витрины с кэшбэком. Ни одной вообще. И вот у нас сейчас, она уже готова, но у меня даже не было времени посмотреть ее, протестировать. Вот у нас она первая появилась. Это разворот. Понимаете? То есть я считаю, что у нас будет не кэшбэк с витриной, а витрина и кэшбэк там одной из функций, то есть дополнение. То есть либо навёрстываем, либо разворот. Самое бездарное потраченное тысячу долларов? Ну, в букмекерской компании поставил. Больше. На что? На... На Ливерпуль. Да. Нет, ну, в бизнесе, естественно, выше имеется в виду. Но тысяча нет. Наверное, 15 где-то, да. 15 мы спустили на статьи в копирайтинге, которые не работали, которые... У нас и до сих пор, кстати, вот говорим про SEO, то есть нами занимался не самый плохой SEO-шник там в мире, Саша Губский, вот он из Минска, Леша знает, ну, многие знают. Вот. Он как бы нам отладил все эти процессы внутренние, но... Ну, и текста многие написаны, но у нас из SEO при 200 тысячах страниц в индексе, вот в выдаче, скажем так, поисковой системы, да, у нас 100 человек в день идет из SEO. То есть, ну, это вообще ни о чем. 100 человек – это за год 36 тысяч человек. Ну, как бы за 15 тысяч долларов. Вот. Саша? Да, у меня вопрос. Откуда у вас такая уверенность своих сил? Вот с чем вы это связываете? То есть у вас достаточно амбициональные проекты и в криминальной сфере, вы читали, я видел, да? С телефона. С образованием, возможно, как бы сиренную опытную что-то повлияло. Либо это чисто психология, ваш характер. Чему вы отдаете? Хороший вопрос. Я понял вас. Понимаете, мне кажется, и не только мне кажется, это подтверждено там гуру бизнеса, у предпринимателя должны быть завышенные ожидания на старте. То есть очень-очень неполезно и плохо приступать к делу, когда ты сомневаешься в своих силах. То есть это должна быть чуть больше амбициозность. То есть... Да, я не... Ну, я знаю... Она у вас была или она выработана на каким-то событиях жизни? Нет, вырожденная, я считаю. Ну, так она есть у любого. То есть у вас она есть достаточно развитие. То есть вы же для чего здесь все собрались? Чтобы чему-то новому научиться, да? И стать более профессиональным в своей сфере. Ну, а мотивация – это бабло, да? То есть которое даст вам большие возможности для чего-то. Помогать своим близким, жить в более комфортабельной квартире, ездить, отдыхать не раз в год, а три. Соответственно, то есть надо ставить перед собой большие цели. То есть не факт, что ты их всех добьешься. Я знаю, как моей компании стать номером один в своей сфере в мире, но я не даю, естественно, стопроцентной гарантии, никто не даст ни бог, ни страховое поле, что мы этого добьемся. Но нужно стать перед собой завышенной целью. Тогда пусть не все, но там хотя бы полыну из них реализуете. У меня возник вопрос в связи с вашей криминальной деятельностью. Это был ваш первый заработок. Просто я поняла, что у вас журналистские образования и у меня как-то не вяжет это в голове. И на мой взгляд, это достаточно таки рисковое дело. И то есть вы говорили про уверенность в себе, по завышенной ожидании. Почему это? То есть были ли это моими первыми деньгами? Ну да. Мы как-то пришли к этому, если пришли, то как вообще? Да. А что попробовать? Тогда вопрос, например, так. А дело так, что ты вот это не посадил. Пробовать можно, да, но не здесь, не в Беларуси. То есть одно из самых жестких законодательств в данной сфере здесь. И второе по профессионализму менты вот эти именно в отделе К в мире. То есть я их ставлю на второе место, с ними сталкивался не раз, ставлю их именно на второе место после американцев. Но чуть некорректное сравнение, потому что у тех миллиардное финансирование и гораздо больше штат. Поэтому можно сказать, что белорусские эти полицейские в киберкриминале не номер один в мире, поэтому вообще даже лучше там в парня своего контакта лучше не заходить, зная его пароль. Ну, бывают из-за этого уголовные дела. Неправомерный доступ к компьютерной информации 349-я статья. Вот вы с ним поругаетесь, а он заявит, что вы увидите там фотку его с другой дамой, да? Устройте скандал, там расстанетесь в итоге. А он потом напишет на вас заявление, что вы без его спроса залезли, увидели. Ну, то есть такое. Кажется вроде как смешно. Или вот тоже, за что можно присесть... Мы чуть отвлеклись, ну ладно, за что можно сесть, да? Я скинул Вадиму ссылку на порно-ролику, посмотри, там прикольная тетка. Ну, я не скидывал. Так вот, я не скидывал, почему, да? Там лет 20 назад я бы не задумываясь, скинул ему, о, посмотри, посмейся, легивку какую-то. Сейчас я понимаю, что это распространение порнографии уже. Вот за это уже можно присесть и людей садят за то, что ВКонтакте там друг к другу. И в Беларуси очень сильно, кстати, сажают. Я знаю статистику, в год там примерно около 500 уголовных дел за то, что друг другу ссылку или картинку скинули в соцсети с порнухой. Да. В личку? Да, да, да. В личку. Но в личку... Нет, секунду я не ответственность. В личку? Нет, в личку сложнее узнать за репост, как правило, на своей стене. В личку сложнее узнать, так что не беспокойтесь. Я готовился к тому вопросу, я просто упустил о нем сказать. Когда я говорил о выборе ниши, о создании продукта, почему мы говорили о том, к чему ты больше всего годен, приспособлен, ну, родился, да, месяц твой. И я, когда вот в зоне сидел, все это анализировал, я понял, что я всегда что-то продавал. То есть я продавал там номера из СИКЮ еще красивые когда-то, я продавал украденные аккаунты Ебэй, кредитки продавал, номера кредиток, документы, оборудование для их изготовления. А еще раньше в школе я продавал доступ в интернет, Unlimited был тогда. Вот, кроссовки какие-то продавал. И я понял, что я всегда что-то продавал, это первое. Второе, я продавал всегда чужой товар, то есть не я являлся его производителем, не я был тем хакером, который достал эти кредитки, дампы там. Вот, то есть это был чужой товар, это был дефицитный товар, его было легко продавать. Вот, и на их перепродажи я зарабатывал, ну, в 5-10 раз больше, чем сами владельцы этого товара. То есть я понял, когда задумался об этом, я понял, что моя функция, что мне больше всего удавалось, ну, именно для денег, да, это посредник. То есть посредник, и кэшбэк-сервис, он по сути является посредником между 21 веком бай, к примеру, и вами, конечным клиентом, в принципе, на благо всем. И поэтому он идеально лег на мою внутреннюю сущность, вот поэтому и кэшбэк. У меня вопрос насчет тюрьмы, окей? Да. Вот Виктор Прокопеня в Белоруссию, в Белоруссию всегда можно попасть в тюрьму достаточно легко, Виктор Прокопеня любит хвастаться, что он там за год в тюрьме прочитал 200 плюс книжек. У меня такой вопрос. Можешь назвать, пожалуйста, топ-3 вещи, которые нужно делать в тюрьме, чтобы потом выйти более классным человеком, более профессиональным человеком, и не потерять мотивацию и свои амбиции? Ну, вы вот смеетесь, вопрос на самом деле очень хороший, потому что любой из нас может там оказаться. То есть я лес туда целенаправленно, да, из корыстной какой-то заинтересованности, но завтра, не дай бог, на машине сбиваете там пешехода, ну, темно было там, он виноват, но он сын там чиновника, кого-то вас сажают в тюрьму, не дай бог. Все. Первое, нужно, конечно, попадая туда, ты должен в первую очередь сделать все, чтобы максимально быстро оттуда выбраться. То есть там писать по закону всевозможные жалобы, цепляться и так далее. Но бывает, что ничего не помогает, то есть ты сделал все, что от тебя зависит, это занимает, ну, если там большой срок, дали, допустим, лет пять, то вот все это стадия, когда ты можешь еще бороться, занимает два-три года. Но когда ты понимаешь, что ты сделал все от тебя зависящее, но ничего не произошло, да, стоит воспринимать это просто как волю Вселенной в отношении тебя, ну, просто смирение. Вот церковники говорят на все воля Божья, никто при этом не поясняет, что это просто смирение перед волей и высших сил в отношении тебя. У меня был срок 10 лет, то есть я бился там, писал эти жалобы, ничего не помогло, вообще ничего, и ни книга не помогла, ничего. И через лет пять я понял просто, что окей, меня лишили свободы передвижения, но зато у меня вдруг образовалась целая куча свободного времени, которое можно и нужно потратить с пользой. И если уже конкретных занятий коснуться, то там я, естественно, читал, писал книгу, занимался спортом. И философия, то есть это Оша, Кеха, ну, такое Сократ, Франциско-Сиски, духовное развитие, ну, и бизнес-планы, естественно, то есть вы же попали туда не навсегда, то есть через там, кто-то через год, кто-то через десять, там, все вышли. Вот, соответственно, нужно думать как-то о будущем. Спасибо. Я помню даже последние несколько месяцев книги, когда можно распечатать, я распечатал Сергею две упаковки бумаги, в смысле упаковки, в которой пять пачек. То есть вот десять пачек книг, это было, ну, две вот такие стопки распечатаны. И он успел все это прочитать за... Ну, почти большинство, да. За полтора где-то или два месяца. Удалось ли что-нибудь заработать? Заработать? Ну, заработать. Ну, зарплата, зарплата в тюрьме, она составляет вот, вот очень такой парадокс, вот они же там работают, вот я ходил в одной зоне, там нельзя было лежать, там на диване день, да, ну, приходилось выходить на эту промзону. Естественно, я там не работал, писал, что читал, и спортом занимался. Но эти ребята, которые на воле пьют, там безбожно колются, там, они в тюрьме работают, ну, я не знаю, как ударники производства. Работая они так на свободе, они бы зарабатывали, там, ну, тысячи, наверное, две долларов. Вот. Но при этом в зоне они работают, на свободе бы им платили за такой труд полторы-две, в зоне им платят долларов 10, наверное, от силы. И причем там тоже есть такой парадокс, вот я, например, не работаю, лежу в бараке, книги, читаю спорт, у меня все класс, а вот там он, Вася работает, получается там свои 10 долларов, и с него высчитывают за содержание и за питание. Ну, тут такой вот, ну, как все у нас, в принципе. При каких условиях вы бы зарегистрировали компанию в Беларуси и почему? Я бы не регистрировал компанию в Беларуси и не буду это делать пока, ну, до последнего, пока будет возможность этого не делать, потому что в Беларуси, несмотря на все эти льготы, которые они дают и так далее, ну, я считаю, что ты никак юридически не защищен. Я бы не зарегистрировал, потому что, ну, я строю компанию, которая даст Бог, все сложится и станет когда-то миллиардной, да, и нет гарантии, да, никакой, что завтра моя компания будет там стоить 100 миллионов долларов и у меня не найдут пакет травы и мне скажут, извините, или отдаете нам или едете на 10-15 лет. А если бы у вас была волшебная палочка и была бы у нас другая политическая, экономическая ситуация, что должно измениться тогда, чтобы вы открыли компанию здесь? С каким капиталом и с такими амбициями и возможностью дать работу еще кому-то, самому зарабатывать, платить здесь налоги? То есть величина налогов, но она в любом государстве должна быть такая, чтобы их было не больно платить. То есть, когда у тебя, вот как в Швеции, да, там 65 или 75 процентов налоги, то есть, ну, я бы не платил принципиально, то есть, ну, ладно, хоть в Швеции понятно, на что они идут. Да, но вменяемый размер налогов, чтобы его было дешевле платить, чем скрывать и бояться за это уголовное преследование, при этом всем, когда дали нормальный людям процент налогов, жесткое уголовное преследование за неуплату налогов и налоговые льготы, освобождение малого бизнеса или вновь открывшегося, ну, свежеоткрывающегося от налогов на какое-то время, как сделано в Китае. У меня еще один вопрос вопрос появился. Вы готовы часть, 10 денег отдавать на социальные благотворительные проекты? А мы отдаем. У нас в компании сделано так, что мы отдаем 10% от своей прибыли компаниейской именно. И еще у нас каждый пользователь может по своему желанию отдать либо весь свой кэшбэк, накопленный за месяц. Кстати, много иностранцев есть из Литвы, Латвии, они просто весь кэшбэк покупают через нас, но весь кэшбэк отправляют в благотворительные фонды, либо какую-то его часть. И недавно к нам присоединился, у нас был один российский фонд «Будь человеком», и недавно присоединился «Белорусский геном». Уже в их сторону есть отчисления, но мы еще не платили. А вообще, то есть я хотел сделать 8-10 фондов, для того, чтобы у каждого человека был выбор. То есть у вас там кто-то в семье болел раком, то есть вы с большей охотностью поддержите фонд по раковым больным, кто-то фанатеет по животным, ему жалко, то есть бездомные животные, старики, там брошенные женщины, ну такое. То есть максимально разнообразие. Я смотрел, сколько человек у нас уделяют на благотворительность. Пока 1%, пока. Но мне, конечно, хотелось бы, я всегда в конце месяца публикую там, что вот спасибо, помогли, помогли следующие люди. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше. И социальная ответственность бизнеса, она в любом случае должна быть. Ну, в принципе, как и любого здравого человека. И последний вопрос, пожалуйста. Для вас это имиджевая часть ну, как бы, улучшает импетент бизнеса или какой-то личный порыв и желание видеться землячей? Не улучшает вообще. Я был в фонде «Подари жизнь», вот это что Панхаматова создала. Это, наверное, самый известный в России благотворительный фонд. Они говорят, окей, за то, чтобы ваш логотип присутств... наш логотип был у вас на сайте, ежемесячно сто тысяч рублей нам перечисляйте. Ну, мне показалось... Я их понимаю, они говорят, нам нужно планировать будущее операции на будущий месяц, нам нужно знать, что сотня от вас по-любому прилетит. Но мне этот подход придет, то есть, не знаю, будьте у меня благотворительный фонд, доберите все мой логотип, вот каждый возьмите мой логотип, дайте мне по рублю хотя бы. Ну, мне больше такой подход. И, понимаете, то есть, когда... Почему я говорю про... Ну, про то, что ставить большие цели и так далее? Когда ты ежедневно занят зарабатыванием на хлеб насущный, вот как вспомните, посмотрите на наших родителей, дедушек и бабушек, да, постоянно работали за еду, чтобы детей поднять, там, одежда какая-то. Когда ты занят ежедневно вот этими рабочими делами, у тебя не болит голова, как помочь кому-то другому, ты не думаешь об этом, как реализовать, там, свои таланты, вот. Поэтому, безусловно, базовый доход, вот я от Вадима когда-то узнал в Швейцарии, планировали, да, она почему-то провалилась. То есть, это, мне кажется, величайшая вещь, когда ты знаешь, что у тебя до конца жизни есть поесть, там, крыша над головой, и тогда ты уже делишься с миром, то есть, там, добротой, талантом. Ну не ответишь сразу. Вообще, ну а услуга, она есть продукт, по сути, вот если мы возьмем компанию... Какая-то уникальная инновация, например, инновационный продукт, или услуга, которую там можно... Мне кажется, любой продукт рано или поздно скопируют, сделают лучше, вы ляжете в больницу там на год, допустим, у вас конкурент какой-то обойдет. То есть, и суды вот эти идут, патентные споры, Samsung, Apple постоянно, то есть, ну все крадут. Мне кажется, продукт сложнее защитить, да, а когда у тебя устоявшийся сервис, в интернете, допустим, то, во-первых, ты не привязан к определенным заводам, где могут забастовать рабочие, то есть, тебе легче этим управлять, ты можешь сегодня с Беларусью, завтра с Мальдив, послезавтра еще с чем-то. И мне кажется, ну, я не знаю, что прибыльнее, то есть, кому-то наркотиками прибыльнее торговать, кому-то там кэшбэк-сервисы или книги продавать. Вот, я не могу сказать, что прибыльнее, я могу сказать, что предпочтительнее, наверное, лично для меня, мне кажется, IT. Оно легче, и ты не зависишь от многих факторов, и еще, его сложнее разрушить, вот разорвав твою цепочку поставщиков, его сложнее забрать. Понимаете? Вот, поэтому, почему мы и говорили обойтись. Спасибо еще на Сергею. Какой вопрос ты натаждаешь книгой? Вопросов было хороших много. Вот, вот этот парень, он постоянно помогал нам по ходу лекции, очень важное замечание делал, да, я отвечал правильно. Ну, вот, девушка задала 25 вопросов. все по делу, в принципе, но, наверное, это стоит вознагрозить самого этого, целеустремленного, да, кто полез даже, что ты в интернете смотрел, и, возможно, даже про меня, потому что потом начал релевантные вопросы задавать, вот, из амбиции, кстати, ну, неплохой вопрос, отличный, потому что это же, ну, двигатель, да, прогресс. Как вас зовут? Александр. Да, спасибо, ребята, что вы слушали, я волновался, такой первый опыт был, да, ну, ладно, и вам. и вам.